Здравствуйте! С вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Телеграм, Фейсбук и Вконтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! У каждого знака зодиака есть уникальные черты характера. Это не значит, что у всех людей определенного знака будут все эти особенности, но, скорее всего, большинство из них будет присутствовать. Однако есть люди, которые считают, что не обладают характерными чертами знаков зодиака, и на это есть своя причина. Ваш зодиакальный знак в зависимости от карты вашего рождения может проявляться совершенно по-разному. Можно назвать их первым и вторым типом. При этом для первого типа свойственны черты, которые можно считать типичными для представителей данного зодиакального созвездия, в то время как второй тип проявляет себя немного по-другому. Итак, к какому типу относитесь вы? Лев. Тип первый. Считают себя центром вселенной, не получают достаточно внимания. Первый тип льва всегда ищет свое место под солнцем и готов на все, чтобы добиться своего. Он хочет блистать на сцене, быть центром вселенной и обладает достаточно яркой и привлекательной личностью для этого. Их нельзя назвать отъявленными эгоистами, но они знают себе цену и надеются, что остальные это тоже понимают. В целом, львы первого типа живут в надежде достичь своего звездного часа и активно работают над этой целью. Другим более сдержанным знаком зодиака львы первого типа могут показаться немного утомительными. Остальные же их обожают. Лев. Тип второй. На самом деле являются центром вселенной, но хотят, чтобы их оставили в покое. Второй тип льва по сути является противоположностью первого типа. Если первый тип ждет своего звездного часа, который пока не досягаем, второй – это настоящий центр вселенной, царь зверей. Но он не любит привлекать к себе слишком много внимания. Он избегает толпы и предпочитает, чтобы его оставили в покое. Но как только он решает устроить себе тихую и спокойную жизнь, что-то нарушает его умиротворение, и он вновь приковывает всеобщее внимание. Второй тип льва просто нуждается в своем уголке в этом мире. Дева. Тип первый. Организованные и ответственные. Первый тип знака дева – это человек, который напоминает вам о самом важном. Он всегда вас подвезет, позаботится о вас, если вы больны, или поможет с переездом. Вам не стоит ожидать от них эмоциональной поддержки, в том смысле, что вы не сможете поплакать у них на плече. Но если вы переживаете разрыв отношений и обратитесь к ним за советом, они порекомендуют вам переосмыслить свою жизнь или предложат практическое решение. Для дев первого типа действия имеют больший вес, чем слова, и они обладают прекрасной памятью. Дева тип второй. Часами смотрят в свой телефон. Второй тип дев также практичен, как и первый. Но в отличие от него, умеет контролировать любую ситуацию, за исключением своей жизни. У них всегда будет дельный совет для вас. Но они никогда не прислушиваются к собственным советам и оказываются в ситуациях, в которых быть не хотят. Второй тип дев намного чаще упускает какие-то детали, в которые быстро разберется первый тип. Но и у второго типа есть свои сильные стороны. Они быстро и легко составляют мнение о человеке и очень редко ошибаются в людях. Весы тип первый. Не заботятся о мнении других и могут заставить вас сомневаться в своей жизни. Первый тип весов – это люди, которые умеют приспосабливаться к любой ситуации и обладают даром убеждения и красноречия. Они уделяют большое внимание своей внешности и красоте в целом, стараясь выглядеть привлекательно при любых обстоятельствах. Поэтому у этого типа весов всегда есть толпы поклонников. И это не обязательно поклонники романтического характера. Весы часто производят впечатление успешных особ. И это заставляет многих людей искать у них совета или вдохновения. Весы тип второй. Любят сидеть дома и смотреть фильмы. Второй тип весов в большей степени интроверт и не так тщательно следит за своей внешностью. Они скорее устроятся поудобнее дома и будут смотреть фильмы несколько дней подряд, чем отправятся на вечеринку. Этот тип весов уделяет пристальное внимание многим вещам и знает намного больше, чем кажется со стороны. Но несмотря на некую обособленность, эти весы сохраняют харизматичность, что несомненно притягивает окружающих. Скорпион. Тип первый. Очень напряженные и глубокие. Остальные считают их воплощением зла. Первый тип скорпиона – это, пожалуй, тот человек, которого боятся все остальные представители знаков зодиака. Эти люди амбициозны, а их честность может порой пугать. Те, кто с ними не ладит, невольно задаются вопросом, не являются ли они исчадием ада. Такие вопросы возникают в немалой степени из-за загадочной натуры скорпиона. Люди этого типа также склонны к саморазрушению. Но в то же время они непреклонны и готовы использовать любые средства, чтобы добиться своей цели. В результате они часто оказываются в опасной ситуации, которую стоило бы избегать. Но в то же время этот тип скорпиона очень преданный и прекрасный друг. Хотя к выбору друзей они относятся избирательно. Скорпион тип второй. Люди с прекрасным чувством юмора подбодрят вас в трудные времена. Второй тип скорпиона похож на первый. Но он не настолько напряженный или, по крайней мере, пытается не быть таковым. Вместо того, чтобы окружать себя загадочностью, он притягивает остальных своим остроумием. Стоит упомянуть, что чувство юмора у скорпиона специфическое и может легко задеть чувства другого человека. Однако второй тип этого знака зодиака больше склонен к сочувствию, хотя отношения с ними тоже нельзя назвать легкими. Такой скорпион умеет поднять настроение, если вы не в духе. Но может и дать пинка для пользы дела. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на канал и на наши соцсети – Телеграм, Фейсбук и Вконтакте. Каждый день мы публикуем гороскопы и интересные факты. Ссылки в описании. С вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.